Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться покупками, в принципе, бюджетными покупками из магазина Ривгош. Если вам интересно узнать, что же я там купила, тогда я вас приглашаю к просмотру. И все, кто любят косметику Лориаль, вы уж меня извините, но сейчас я буду ругаться на эту косметику. Начну я обзор своих покупок вот с такого дуэта, я вам уже его показывала в своем инстаграм. Это Десанж, их шампунь и бальзам на основе трех масел. В общем, это восстанавливающая какая-то серия, идет экстремальное восстановление, три масла. Даже вам не мог... А, масло камелия, масло органы и масло дерева какого-то, не могу понять, девочки. Рахаки какое-то, восстановление, сохранение, естественно, красоты ваших волос. Подождите, я вот сейчас в голове все покопаю, какие-то хорошие слова, приличные слова, чтобы сильно не ругаться. Вообще, первый раз, могу сказать, когда я воспользовалась, вообще самое первое ощущение, когда я воспользовалась вот этим дуэтом, я, знаете, такая, думаю, ту-ту-ту-ту, воск, такие вроде, кажется, напитанные, они хорошо расчесываются, в принципе, очень хорошо мылится шампунь, он достаточно такой, он еще, по-моему, идет какой-то минеральный этот шампунь, он, то есть, такой очищающий, очень хороший, да, мицеллярный шампунь для сильно поврежденных волос с маслами, то есть, он, по большому счету, должен хорошо их очищать и питать ваши волосы. Бальзам тоже очень такого густого консистенции, то есть, у него запах такой, мне кажется, он пахнет не камелией, не чем-то таким, он пахнет медом, то есть, он мне напоминает чем-то серию, я фотографию обязательно поставлю, я покупала его, эту серию медовую с орехом макадамии, по-моему, в магазине Ривгош, так что, вот, ну, еще раз говорю, фотографию, конечно, я вам уже либо показала, либо покажу, ну, так вот, что могу сказать об этом дуэте, этот шампунь у меня вызвал перхоть, жирность головы, суд, сухость концов и вот желание каждый день мыть волосы. Кто любит этот шампунь, вам повезло, я вообще, как бы, я не поняла, что для чего он, для того, чтобы еще больше мыть волосы, я не скажу, что я, знаете, как-то очень много наливаю продукты, я никогда не ношу бальзам на корни головы, то есть, естественно, это от уха, да, мы наносим на длину бальзам, чтобы, собственно, их расчесать, здесь же это какой-то дурдом, реально, у меня перхоти было столько, что я просто офигела, у меня, я была в таком шоке, у меня вот этот был зуд, я промыть, промываешь, вот это вот какая-то не склизкость на волосах, но ощущение того, что ты вроде бы смыл и вроде бы не смыл, не маслянистость, я не знаю, что это такое, вот я его им, вот уже сколько использовалась, я просто себя заставляю им пользоваться, потому что цена у него стояла, по-моему, 580 рублей, и бальзам, и вот этот вот шампунь и бальзам, ну, то есть, в дуэте вы сами понимаете, что этот дуэт мне обошелся свыше тысячи, я долго вообще думала покупать его или нет, и когда я его все-таки купила, и попробовала, и поняла, что это, ну, это откровенная, нехорошая вещь для моих волос, вот серьезно, все, кто любит, я еще раз говорю, вам повезло, вам, вот реально, это, наверное, ваша вещь, это не моя вещь, это лично мое мнение после его использования, если получится, я покопаюсь у себя в архиве телефона, я вам покажу эту фотографию, ужасную фотографию после того, когда я помыла волосы, к примеру, утром, и что было вечером с моими волосами, и как это все выглядело, то есть, ну, это не комильфо, серьезно, платить такие деньги, получать такой результат, я только предполагаю, может быть, он не работает просто на неокрашенных волосах, может быть, он хорошо работает именно на окрашенных волосах, именно на вот том повреждении, которое происходит именно с окрашенными волосами, с волосами, с волосами, с волосами, которые не окрашены, как у меня, к примеру, да, он не сработал, я не могу его рекомендовать, потому что он мне не понравился, То есть я еще раз говорю, это лично мое мнение, это вот только мой опыт использования данных красавцев, так что у меня сейчас осталась половина бальзама и половина этого шампуня, и я не знаю, что с ними делать, знаете, куда его девать, куда его положить. Следующее, что я хочу вам показать, это средство от Шварцкоп Глот Туби, бегущая по волнам, текстурирующий спрей для волос. Я им еще не пользовалась, я его только прикупила. Это, в общем, получается соленая какая-то морская, как морская водичка, и эффект от этого спрея должен быть, когда вы покупаетесь в море, допустим, и какие у вас, если у вас, к примеру, была косичка. И вы покупались в море, и вы расплетаетесь, и будут такие волны, они такие будут упругие, вот это то же самое, потому что я не могу себе подобрать никакие лаки для волос, у меня не получается, они с пенками, и я решила попробовать тоже фирму Глот Туби, потому что ее реально все хвалят, но вот такой вот текстурирующий спрей для волос. Когда я им воспользуюсь, я вам подробно расскажу, понравился он мне или нет, и сейчас вот уже мы снимаем шапки, сейчас уже весна за окном, и можно будет вовсю делать какие-то кудряшки, и быть красивой и готовой к цветению цветов. Еще хочу показать то, что я купила, это тушь от фирмы Лякшен, я не знаю, как правильно читать, это производство Франция, в общем, это тушь, которая предназначена по уходу за ресницами. Она должна усиливать рост ресниц, ресницы должны быть длинными, мягкими и становиться более крепкими. Здесь содержатся витамины А и В5, ее можно наносить как просто тушь для ресниц, и также можно наносить как базу под тушь. Я вот ее когда наносила, реснички были такими колкими, твердыми, просто эффект мокрых ресниц, и все, не более того. Но как базу под тушь, я ее тоже пыталась один раз нанести, мне не понравилось. Конечно же, по истечению использования я смогу уже что-то о ней сказать, может быть, даже отдельное видео сниму по этому продукту. А сейчас мое первое такое впечатление, он не непонятно еще. Срок годности идет 12 месяцев после вскрытия, здесь ее 10 мл, идет, она идет, продается в пластиковой упаковочке, абсолютно все пластик. И вот такая вот щеточка. Щетка абсолютно обычная, умеренное количество продукта, прокрашивает она хорошо, наносит, передает продукт хорошо. В принципе, такой, знаете, я ее покупала на скидке, и покупала ее, по-моему, за 299 рублей. И на нее была какая-то скидка, полная цена, я, девочки, ее не помню. Но в магазине Ревгош часто на вот эту вот ферму бывают скидки. Так что, в принципе, как-то так, девочки. Если вы пользовались данным продуктом, напишите свои комментарии, потому что мне интересно послушать, понравилось ли вам данный продукт. Я пока еще не поняла, что это такое. Следующее, что я купила, это тоже под влиянием YouTube покупка. И это помада от фирмы Maybelline, серия идет у нас мат, оттенок 970, называется он, надеюсь, будет видно. Daring Turbin. И выглядит упаковка, кстати, очень неплохо сделана, она плотно лежит, закрывается. То есть, как бы, если вы будете носить ее в сумочке у себя, она не должна просто вылететь, данная крышечка. Очень здорово, крышечка тоже идет такая серенькая, матовая, пластиковая упаковка помады. Сама помада, она, в принципе, легкая, нет никакой тяжести, выдвигается очень хорошо. Сам карандашик, цвет помады, он сделан так, что помада, как бы, она не выпадывает, она достаточно хорошо закреплена. И цвет у помады выглядит вот так вот. Я ее показываю вам на пальчике, потому что, ну, пальцы, они больше, подушечки пальцев, они больше схожи к цвету губ, которые у вас. То есть, вот какого цвета пальчики, подушечки пальцев, такой цвет губ у меня. Могу сказать, что когда эта помада подсыхает, вы, наверное, уже все знаете, она становится более матовая. И сам цвет, он как тинт, въедается в ваши губы. И, в принципе, потихонечку у вас просто остается такой вот цвет на губах, такой бордовый какой-то, еле уловимый. Но могу сказать, я с ней пыталась покушать, я всю посуду запачкала. То есть, она оставляет следы и как-то вот так вот. То есть, как бы, ну, я не скажу, что я осталась в восторге. Цвет мне очень понравился, такой цвет на выход, вечерний цвет. Это мой идеальный красный, мне кажется. Конечно же, как это будет выглядеть на губах, я вам покажу в своем инстаграм. Кто не подписан на меня, подписывайтесь, чтобы увидеть. Но, по моему мнению, я читала и смотрела девушек-блондинок, либо близких по типажу с моим. То есть, как бы, им идет этот оттенок. И мне кажется, что этот оттенок мне тоже подошел. Так что, вот так вот. Такая была покупочка. Тоже я покупала со скидкой. Обошлась мне данная помада в 300 рублей. Я ее тоже покупала в магазине Ревгош. Ну, пока я, в принципе, ей довольна. Срок годности я не вижу, сколько у нее после вскрытия. Буду смотреть. Так что, вот так вот. Следующее, что я хочу показать, и это последнее. Я решила просто не затягивать сильно большие, делать видео о покупках. Потому что, ну, это слишком долго получается. И это... Та-дам! Это моя любимая мицеллярная вода от Гарниер. Вы представляете, тут целых 700 миллилитров. И в Ревгоше я его купила. По-моему, там была на него скидка. Я купила в пределах 400 рублей. Это просто мегаэкономия на сегодняшний день. Но серьезно. Та мицеллярная вода, от которой я реально... Я пищу, видите, она как вспенивается. Вот, кстати, почему она вспенивается? Девочки, если вы знаете, пишите в комментариях. Я ее всегда смываю своей кожей, когда я ей пользуюсь. Когда я смываю косметику. Она убирает абсолютно любую косметику, любой стойкости. Я убираю водостойкую тушь этой мицеллярной водой. Я убиваю... Убираю... Ну, по крайней мере, мои стойкие помады, которые у меня есть от Буржуа, легко смывает, замечательно. Ничего не сушит. Ничего не щиплет. Если, конечно же, ее заливать в глаза, прям, да, вот прям брать сильно-сильно много, наливать на ватный диск и прям заливать вот это средство в глаза, и когда оно будет самимодействовать с вашей тушью, естественно, это будет щипать. Но если, к примеру, я могу иногда взять утром, если я использовала какой-то жирный крем и сильно у меня кожа, я чувствую, что она перепиталась, я могу просто взять эту мицеллярную воду, налить на ватный диск, протереть лицо, и мне ничего нигде не будет щипать. Кожа будет подготовлена к дальнейшему очищению. Мне очень нравится. Это реально мой фаворит. Я пробовала мицеллярку от черного жемчуга. Я пробовала мицеллярку вот эту, по-моему, какая-то голубая, или она зеленая для, как же она называется-то? Господи, для чувствительной, не для чувствительной, для проблемной кожи, да, которая для жирной. Мне не понравилось, вообще не понравилось. Вот сейчас я долго думала взять на нее или попробовать еще что-то, я решила, что я возьму вот эту мицеллярку и буду ей пользоваться. Она была абсолютно полная, как вы видите, я ей во всю пользуюсь, я пользуюсь ей регулярно. И вот этой вот байдин, вот этого огромного бутылята, 700 миллилитров, еще раз скажу, мне, я думаю, хватит очень надолго. Так что вот так вот, девочки. Если вы так же, как я, любите эту мицеллярку от фирмы Гарниер, которая вот эта вот розовенькая для чувствительной кожи, конечно же, бегите просто в магазин Ревгош и покупайте ее там себе со скидкой. Думаю, всем будет приятно покупать какие-то свои любимые продукты косметические с хорошими скидками, так что вот так вот. Ну вот, девочки, показала вам по-быстрому все свои покупки, что я хотела вам показать. Конечно же, берегите себя и своих близких, не забывайте на меня подписываться, если вы на меня подписаны и вам не приходят уведомления, кликайте на колокольчик и вы будете в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале. Так что вот так вот, девочки, пишите все свои предложения по видео, нравится ли вам новый фон и такого рода маленькие короткие видео, либо вам нравится, когда я снимаю более длинные видео, пишите в комментариях, чтобы я могла просто об этом знать. Так что вот так, девочки, всех люблю, целую, увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока! Всем пока!